Сегодня я могу сокрушить тебя, я могу сокрушить что угодно. Вчера я победил в честной победе кита, завтра я задушу вулкан, послезавтра я сдвину гравитационное поле Земли. Ты понял меня, Джордж Буш? Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь приветствуем вас на видеоканале YouTube журнала Squatboard Shop. Squatboard Shop. 79-й раз у меня получается уже без ошибки произносить это название. Надеюсь, вы тоже повторите и тоже будете его так произносить. Но сегодня разговор не о моих достижениях. О них, конечно, можно говорить очень долго, об этом у нас будет 3 часовых видео, которые, надеюсь, вы послушаете. Но уже после того, как будет 150 тысяч подписчиков на канале, сейчас речь не об этом. Сейчас о человеке, который, в принципе, тоже может похвастаться своими достижениями. Ну, понятное дело, что это немножко с иронией. Будем говорить о величайшем боксере всех времен и народов, а именно о Мохаммеде Али. Не переключайте ваши... Б**ть! Не переключайте ваши... ... ... ... ... ... Я очень надеюсь, что на монтаже вот эти мои удары увеличили по скорости в 150 раз, и я хотя бы более-менее приблизился по скорости к удару великого Мохаммеда Али. Почему он великий? Да, он часто так говорил о себе, но это объективно величайший боксер, который существовал на земле. Немножко о нем подробнее расскажу. Когда он родился, не то, что вся милиция плакала или прокурор там, нет. Когда он родился, никакого Мохаммеда Али не было. Был Кассиус Клей. Молодой парень, который только в 12 лет начал увлекаться боксом, вроде как и занимался им, и показал очень большие успехи, причем настолько большие, что уже через 6 лет стал чемпионом Олимпийских игр по этому виду спорта. Чувак заработал Олимпийскую медаль, да, он, можно сказать, представлял свою страну, был героем Соединенных Штатов, стоял на пьедестале, играл гимн, он был супер и супер рад всему этому, что случилось. После победы на Олимпийских игр он приезжает в свое родное Кентукки, ходит по городу, видит ресторан и думает, а отпраздную-ка я свою победу. Подходит к этому ресторану, а ему отвечают, извините, неграм нельзя. Дело в том, что Соединенные Штаты в середине 60-х годов, наверное, годов до 90-х, а кое-где и сейчас, действительно являлись страной прямо такого победившего расизма. Если в начале 20-го века там у женщин никаких прав не было, они там не могли голосовать, практически никто из них не работал, то про негров и говорить сложно. То есть их на полном серьезе не считали людьми. Была политика сегрегации, негры здесь, белые здесь. Вообще никакого, можно сказать, контакта между ними не было. И презрительное отношение к людям другого цвета кожи, оно было в порядке вещей. Про это уже сняли кучу фильмов. Но, как говорится, фильмы это одно, а другое дело, прикинь, вот только что ты защищал честь своей страны на величайшем спортивном мероприятии. Стоял на пьедестале, тебя поздравляли. Ты говорила, вау, молодец, первая медаль, американский боксер, супер. А потом ты просто не можешь даже отпраздновать свою победу в своем родном городе. Мохаммед, тогда еще Кассиус Клей молодой, он очень близко к сердцу это воспринял. Он выкинул медаль в речку, которая находилась в этом городе. Кстати говоря, до сих пор ее даже не нашли. И понял, что больше он вообще не хочет никак ассоциироваться с тем, что происходит. И настало время его протеста. То есть, ну, какой мог быть протест? Конечно, он мог подойти там ночью, сделать кучу перед дверями этого ресторана, поджечь, позвонить, чтобы народ там начал это все тушить ногами и в дерьме оказался. Но это было низко. И это было несерьезно, тем более, что это было не похоже на Али. И Али, ну, тогда еще Кассиус Клей, начинает интересоваться вообще, как в целом, что можно делать для самоидентификации черного человека в таком российском государстве. И он открывает для себя ислам. И не просто ислам, а достаточно такую, не побоюсь этого слова, экстремистскую группировку, как нация ислама, которая говорит о том, что, типа, черные должны иметь собственную гордость. Ну, то есть, прям такая расовая гордость, расовая честь, но только, как бы, с негритянской стороны. Ему очень нравятся эти экстремальные такие вот горки. Он меняет имя на Мохаммед Али. Он говорит, что теперь я буду выступать только как Мохаммед Али и буду уже драться профессионально. То есть, не как на Олимпийские игры, где выступают спортсмены, которые не получают деньги за свои спортивные достижения, а именно профессионально, то есть, человек, который дерется за деньги, можно так сказать. Это имело очень большой резонанс в Америке. То есть, к нему, к его менеджерам подходили люди и говорили, что у негра, боксера, который, к тому же, еще и исламист, который мусульманин, никогда не будет никакой поддержки. Мы не будем делать с ним никакие матчи, мы не будем делать с ним никакие боксерские поединки. И вообще у него нет никакого будущего. Нужно сказать, что подобные заявления, они только делали Али более настойчивым. Ну, знаете, как часто это бывает, да? Когда у тебя что-то не получается, можно обхватить коленки руками, плакать и говорить, у меня никогда ничего не получится. А можно, что называется, встать, вытереть сопли кровавые снежком, умыться и пойти дальше. Пойти дальше к штурмованию новых вершин, чем Али и занимался. Вообще человек этот был, скажем так, самопровозглашенный легендой бокса. Потому что еще до того, как его назвали спортсменом года, кстати, журнал «Веринг» называл его боксером года 6 раз. Это абсолютный рекорд. Очень многие спортивные журналы вообще назвали его величайшим спортсменом. Так вот, он и сам любил это повторять, что я величайший боксер, я самый крутой боксер. Многие даже говорят, что без Мохаммеда Али не было бы никакого рэпа. Потому что он очень любил придумывать какие-то рифмовые частушки перед тем, как выходил на бой и на соревнования. Ну, это, в принципе, конечно же, немножко похоже на меня, да? Я такой человек, который, кроме того, что рассказывает вам что-то интересное, вставляю какие-то зачастую идиотские шутки, говорю какую-то чушь. Он делал практически то же самое, типа, сегодня я могу сокрушить тебя, я могу сокрушить что угодно, вчера я победил в честной победе кита, завтра я задушу вулкан, послезавтра я сдвину гравитационное поле Земли. Ты понял меня, Джордж Буш? Ну, это уже другой был персонаж, но, в принципе, похожий. И это всех радовало. То есть, в принципе, народ на него, конечно, смотрел и, типа, как в замечательном фильме Квентина Тарантино говорил Samuel L. Jackson, что этот ниггер себе позволяет, да? Что он действительно позволял себе многое, оскорблял своих соперников. В принципе, это один из прародителей так называемого трэш-толка, когда перед соревнованием ты начинаешь оскорблять своего соперника, типа, там, чувак, привет твоей маме и тому подобное. Вот. Плюс он делал все это в какой-то такой полупоэтичной манере, с огромным количеством поэтических фигур, будь то какие-то афоризмы, какие-то придуманные им самим слова. Все это было очень громко. И, естественно, народ на это смотрел, и им все это нравилось. И тут тоже еще такой важный момент, что кроме того, что он громко говорил, он все свои слова подкреплял действием. Это тот человек, который практически, у него, если не ошибаюсь, всего пять поражений в карьере было. У него был момент, когда в 1966 году его призвали в армию. Он отказался туда идти, потому что сказал, я не могу, мне моя религия не поздравляет. И это было очень хорошим предлогом, чтобы спортивная комиссия, чтобы правительство Штаты отняли все награды, которые у него были. Он долго судился. У него был даже запрет на выступление после вот этого вот его шумного заявления. И многие считают, что этот запрет совпал на самые лучшие для боксера годы. Если бы у него не было этого запрета, он бы, может быть, даже еще больше побед получил. Но, к сожалению, так получилось. У него было очень несколько очень крутых боев, которые проходили за пределами Соединенных Штатов, потому что, опять же, там у него был запрет. Это был знаменитый Rumble in the Jungle, Frilla in Manila, когда он с Джо Фрейзером и еще с каким-то боксером боролся. В общем, это был человек, который жил боксом. И, более того, он прекрасно понимал, что он не будет боксером до конца своих дней. И в какой-то момент, когда врачи диагностировали у него начальную стадию болезни Паркинсона и говорили, что это из-за травм, полученных во время боксерских поединков, он переключился на благотворительную деятельность. Со временем он, кстати, отошел от своих экстремистских взглядов, то есть он перестал поддерживать уже идею десегрегации, то есть то, что, вернее, идею о том, что типа белые отдельно, черные отдельно, но у черных тоже должно быть свое расовое гордость, расовая честь. Нет, он как бы пришел к тому, что, ребята, давайте жить дружно. Я думаю, что это неминуемая какая-то позиция, к которой рано или поздно все экстремалы приходят. Ну, как многие говорят, да, что если там ты в 20 лет не экстремист, сердца у тебя нет, но если в 40 лет ты не консерватор, то мозгов у тебя нет. Есть такое замечание, может быть чуть-чуть спорное, но в любом случае Мохаммед Али это был человек, который оставил за собой все свои привычки громкого языка, который очень много говорил, но реально делал очень много для благотворительности, для детишек, для, опять же, каких-то устранения расовых проблем в своей родной стране, для развития спорта. Более того, этот человек два раза номинировался на Грэмми. Первый раз он выпустил свой альбом, как он называется, Spoken Poetry. То есть, по сути дела, это такая поэзия белых стихов, где он просто начитывал, честно сказать, я не считаю Мохаммеда Али каким-то суперкрутым исполнителем музыки. И мне кажется, что эта номинация на Грэмми, это как раз была такая позиция эстеблишмента угодить, что типа, смотрите, мало того, что боксер, вот он еще и петь умеет. И плюс, к тому же, у него вот есть своя четкая социальная позиция. Так вот, два раза он номинировался на Грэмми. Он один раз участвовал в бродвейском мюзикле. Он участвовал в... Кроме того, что он снялся в огромном количестве документальных фильмов, он еще и участвовал в одном фильме художественном, который был посвящен, естественно, беглому рабу, как он там освобождался. Документальные фильмы. Если вдруг вам захочется, кстати, побольше узнать про этого боксера, посмотрите очень хороший фильм с Уилл Смитом, где он играет, Мохаммед Али. Посмотрите документалку I'm the Greatest, где он тоже много про себя рассказывает. Вообще, почитайте. Личность действительно очень крутая. Как я уже сказал, некоторые спортивные магазины, спортивные журналы называли его величайшим спортсменом современности. Даже не боксером, а спортсменом. И во многом это так. И во многом это объясняет, почему бренд Diamond Supply решил выпустить очень большую коллекцию с вещей, посвященных этому боксеру. Немножко отойдем от наших традиций. Сегодня мы не будем рассказывать, смотрите, какая футболочка, смотрите, какая штанишечка, еще что-то. Расскажем просто про несколько очень интересных вещей. Они, в принципе, все здесь интересные, но про какие-то там самые яркие из коллекции расскажем. То, что в коллаборации их выходит не так часто, но сделали Diamond, это они сделали такие спортивные штаны, где представлены фотографии Мохаммеда Али в различные годы его деятельности. Тут есть у нас и знаменитые фотографии во время боксерских матчей, есть и просто его как бы трэш-толк, и просто Мохаммед Али в обычном, что называется, в ежедневном таком расположении духа. Есть несколько футболок, белых, черных, толстовок. Очень интересная футболка, где Али изображен вот так вот прям в весь экран, не побоюсь этого слова. Что еще понравилось? Джинсовка, та же самая, что и сейчас на мне. Очень приятный деним, тоже с большим количеством фотографий, посвященных величайшему спортсмену современности. Есть вот такая куртка с логотипом Али, сзади у нас бриллиант Diamond Supply, логотип. На обратной стороне у нас The World Greatest, самый величайший во всем мире. И на обратной стороне у нас еще здесь тоже двухсторонняя куртка, где есть вот этот вот знаменитый кадр, где он посылается на кауэр своего соперника. Такая толстовка у нас есть белая. В общем, коллекция достаточно большая. Если хотите более подробно с ней ознакомиться, советуем зайти на сайт Squat или в магазины Squat Board Shop и уже более подробно со всем этим ознакомиться. А мы сегодня хотели познакомить вас с историей этого величайшего в мире боксера. Ну и традиционная наша рубрика «А что мне будет на халяву за то, что я посмотрел этот интересный обзор?» Мой маленький друг и любитель скейтбординга. За то, что ты посмотрел этот обзор на халяву, тебе может достаться вот такая замечательная футболка с изображением величайшего в мире боксера. Для того, чтобы получить эту футболку на интернет-ресурсе YouTube под этим самым видео, тебе нужно оставить комментарий. Комментарий простейший, где нужно рассказать, почему Мохаммед Али самый крутой, на твой взгляд. Или, если ты с этим не согласен, попробовать апеллировать. Ждем твоих комментариев. Самое интересное, что тебе, кроме этого, нужно поставить лайк, подписаться под канал и разыграем мы эту историю после того, как у данного видео будет тысяча просмотров. Не 990, не 837, а ровно тысяча просмотров. Поэтому, если у тебя сегодня еще каникулы, садись и смотри, и смотри, и смотри это видео. На этом, наверное, все. Мохаммед Али, Дмитрий Егоров, Squatboard Shop. И это 83-й раз, когда я без ошибки произнес это название. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok